Всем привет! Меня зовут Максим Рыжов. Я работаю продуктовым менеджером в команде под кодовым названием UXUI в Сбербанке. Над мобильным приложением Сбербанк Онлайн работает уже большое количество команд. Эти команды кросс-функциональны и в принципе независимы друг от друга. И я помогаю этим командам создавать классный клиентский опыт. Но сегодня я бы хотел вам рассказать о том, как мы научили наше мобильное приложение говорить с частично или полностью незрячими пользователями. Вы не ослышались. Сегодня мы поговорим не о таком инновационном голосовом интерфейсе, как новом форм-факторе. Мы сегодня поговорим о том, как обеспечить доступность мобильного приложения для людей с инвалидностью по зрению. Поехали! В 2016 году Сбербанк запустил проект, который называется «Особенный банк». Этот проект помогает адаптировать все существующие абсолютно новые продукты и сервисы нашего банка для людей с инвалидностью. Осенью того же года коллеги из «Особенного банка» организовали несколько продуктовых сессий, на которые были приглашены различные эксперты в своей области. Я присутствовал со своей командой на этих сессиях, и мы совместно с экспертами Всероссийского общества слепых говорили о том, с какими трудностями люди с инвалидностью по зрению сталкиваются, насколько огромную роль цифровые сервисы играют в жизни людей с инвалидностью, и чего же не хватает на самом деле мобильному приложению нашему. Эти встречи были для нас очень полезными, потому что на этих встречах эксперты Всероссийского общества слепых, они были не только клиентами Сбербанка, но они были тотально незрячими, что важно. Поэтому мы получали экспертизу из первых уст. Да, кстати, я забыл, вот на этом слайде вы можете увидеть реальные фотографии с этой встречи, с одной из встреч. Ну что ж, на той встрече мы договорились, что я со своей небольшой командой начну работу по адаптации нашего мобильного приложения для людей с инвалидностью по зрению. И я, в принципе, начинал с чистого листа, потому что я никогда не занимался ничем подобным. И многие, оказавшись на моем месте, начинают изобретать велосипед и думают, почему бы не сделать отдельное приложение для людей с инвалидностью. Но на самом деле это делать не нужно. На самом деле все проще. И эксперты Всероссийского общества слепых рассказали о том, что все люди с инвалидностью по зрению, когда используют в работе смартфоны, они пользуются программами экранного доступа. Программы экранного доступа VoiceOver и TalkBack – это программы экранного доступа, которые разработали компании Apple и Google, соответственно. Эти программы экранного доступа, они очень плотно интегрированы в сами операционные системы iOS и Android, соответственно. И они помогают людям с ограничениями по зрению взаимодействовать как с самим смартфоном операционной системы, так и с любым приложением на этом смартфоне. Таким образом, компании Apple и Google, они уже создали инструментарий для сторонних разработчиков и при желании этот инструментарий можно использовать. Хорошо, мы поняли, что велосипед не нужно придумывать, инструментарий уже есть. Нам необходимо было определиться с платформой, потому что ресурсы команды, как я уже сказал, мои были ограничены. И плюс у нас оставалось не так много времени до того, чтобы завершить разработку и передать на тестирование новую версию, над которой мы работали. У нас был выбор iOS или Android. Для нас выбор был очевиден, потому что у нас ежемесячная аудитория на платформе Android в три раза больше. Но, как выяснилось, и об этом нам рассказали также эксперты Всероссийского общества слепых, что люди с инвалидностью по зрению очень любят то, как работает программа экранного доступа VoiceOver на смартфонах компании Apple. Она работает лучше. Для людей с инвалидностью по зрению намного больше возможностей она предоставляет, больше жестов различных и так далее. И люди с инвалидностью по зрению очень это ценят. И стараются покупать хоть и не новые, но тем не менее все-таки смартфоны компании Apple. Ну что ж, в этой честной борьбе победила компания Apple. Когда мы проводили вначале глубинное интервью и наблюдали за тем, как люди частично или полностью незрячие взаимодействуют с мобильными смартфонами, как они взаимодействуют с мобильными приложениями, мы делали для себя выводы. И когда мы завершили серию глубинных интервью, мы хотели этот опыт пережить сами. И мы честно, с закрытыми глазами изучали наше мобильное приложение. Для справки, я занимаюсь развитием наших мобильных приложений уже четвертый год, но я для себя открыл абсолютно новый мир. Я всем рекомендую зайти в настройки операционной системы, включить программу экранного доступа, это делается очень просто, и посмотреть, как на самом деле звучит ваше мобильное приложение, и звучит ли оно. И сможете ли вы сделать что угодно в своем мобильном приложении, зная, как это должно работать. Я где-то только с десятого раза смог совершить элементарный перевод между своими щитами. Во многом потому, что некоторые элементы были озвучены некорректно, то есть система их произносила неправильно, и они вводили в злобуждение. И во многом потому, что последовательность этих элементов на экране была нелогичной, честно говоря. На момент, когда мы, так скажем, проявляли эмпатию, мы понимали, что работаю предстоит гораздо больше, чем мы думали. За то время, пока мы очень плотно взаимодействовали с экспертами Всероссийского общества слепых, мы у них очень многому научились, и это хорошо, но, к сожалению, мы очень много и узнали о, скажем так, зрелости нашей с вами индустрии, в которой мы работаем. На экране вы можете видеть три ответа службы поддержки одной и той же компании на запрос экспертов Всероссийского общества слепых. Запрос был очень простой. Сделайте что-нибудь, пожалуйста, с капчей. Это подтверждение того, что я человек путем выбора изображений и так далее. Как вы можете видеть, в первый раз мы ответили, что безопасность превыше всего, но когда мы работали над адаптацией нашего мобильного приложения для людей с инвалидностью по зрению, служба безопасности наша ни разу нам не сообщила о том, что мы привносим какие-то дополнительные уязвимости. Мы в том числе думали об этом и не нашли ничего, чтобы мы могли привнести для злоумышленников. Что важно, когда частично или полностью незрячие люди находятся в публичном месте и взаимодействуют со своим смартфоном, они всегда это делают в наушниках, потому что так элементарно лучше слышно, не мешает шум. И еще один интересный момент. Для людей с инвалидностью по зрению на уровне операционной системы имеется такая функция, как отключение видимости экрана. То есть когда они взаимодействуют со смартфонами, у них экран полностью отключен. То есть злоумышленник элементарно даже не может заглянуть через плечо и получить доступ к какой-то персональной информации. Второй раз этому же эксперту на тот же запрос ответили, что вы можете сохранить пароль, используя какие-то настройки и так далее, браузера. Но что важно, в своем запросе эксперт говорил о том, что он как раз и не может завершить регистрацию. То есть он не может дойти до того шага, где ему предложат сохранить пароль. То есть это такой типичный ответ, когда служба поддержки или компания в целом не удосужилась все-таки разобраться в предмете разговора. Ну и последний ответ он говорит сам за себя, я даже его не буду комментировать. Как я уже говорил ранее, ресурсы моей команды были ограничены, и во времени мы тоже были ограничены. У нас оставалось где-то 10 недель. Это было не так много, и мы с командой решили, что эти 10 недель для нас превратятся в 10 спринтов. И мы не пожалели. Также важно то, что мы понимали, что работы предстоит много, поэтому мы решили сфокусироваться на чем-то действительно важном. Мы вместе с экспертами Всероссийского общества слепых сформировали список наиболее приоритетных для людей с инвалидностью сценариев. Сформировали это в виде списка, который содержал около 30 групп замечаний или рекомендаций, и мы начали работать. Первое, что мы сделали, это мы, используя практику Continuous Integration, организовали автоматическую сборку всех промежуточных версий. Таким образом, каждую пятницу новая версия улетала автоматически с всем участникам проекта. Независимо от того, как много мы успевали сделать за неделю, независимо от того, какое у нас было настроение или какая была погода на улице, каждую пятницу все участники проекта, в том числе эксперты Всероссийского общества слепых, получали новую промежуточную версию и могли протестировать то, что мы сделали. Каждый понедельник, когда я приходил на работу и проверял рабочую почту, я находил новые письма с обратной связью. Что-то работало по-прежнему плохо, что-то не работало вовсе, а что-то вызывало исключительно положительные эмоции. Этот период времени, эти 10 недель, 10 спринтов, мы внутри еще прозвали 10 недель непрерывного юзабилити-тестирования, потому что мы каждый раз получали фидбэк и каждую новую неделю мы его отрабатывали, старались. Получается, что неделя за неделю, спринт за спринтом, мы приоритизировали и закрывали одну проблему за другой. Хорошие новости. Для того, чтобы обеспечить базовую доступность любого мобильного приложения, не нужно много усилий. В моей команде работал всего один iOS-разработчик. Я уверен, многие из вас очень любят функцию Touch ID, функция на смартфонах компании Apple, которая позволяет, используя отпечаток своего пальца, например, разблокировать телефон, купить что-то, используя Apple Pay, или авторизоваться, например, в банковском приложении. Это удобно, правда? Строка номер один. Так, с точки зрения кода, на экран добавляется элемент для вызова этой функции. Строка номер два. Так, этот элемент обретает осязаемую и видимую для нас с вами форму в виде иконки. И третья строка. Так, с точки зрения кода, этот же самый элемент становится доступным для людей с инвалидностью по зрению, то есть для пользователей Voice Server. На этом слайде провизуализировано как раз то, о чем я говорил ранее. Первый экран, кнопка на самом деле есть, но вы ее не видите. Второй экран, кнопка есть, и вы ее видите, потому что есть иконка. И третий экран, этот элемент доступен для людей с инвалидностью по зрению, для пользователей Voice Server. Плохие новости. На самом деле не все так просто. Наше мобильное приложение существует с 2011 года, и оно никогда не переписывалось с нуля. То есть уровень Legacy, он очень большой. И, честно говоря, если следовать всем гайдлайнам компании Apple, например, то необходимо, чтобы каждый экран, все элементы на этом экране располагались правильно и, самое главное, логичная последовательность. Потому что когда пользователи Voice Server, люди с инвалидностью по зрению изучают интерфейс, они не видят картинку целиком, используя программу экранного доступа, они изучают его следующим образом. Один их тап на любой элемент, и система озвучивает этот элемент, если он озвучивается. Когда они делают свайп вправо, то диктор озвучивает следующий элемент по порядку. Если пользователь Voice Server делает свайп лево, то диктор озвучивает предыдущий элемент. Вот так наше приложение, предыдущая версия, выглядело для людей с частично или полностью неделячих пользователей. Предыдущая версия. У нас после верхнего меню шло сразу нижнее меню, хотя оно, конечно же, должно располагаться снизу, а затем шел непосредственно контент-страница. И из-за этого многие пользователи даже не могли найти элементарно свои продукты. В новой версии, которая, кстати говоря, сегодня стала доступна в App Store, последовательность элементов располагается точно так же, как и для нас с вами, то есть для людей, которые эту последовательность могут видеть визуально. Я бы хотел рассказать вам о нескольких уроках, которые мы вынесли во время работы над этим проектом. Первое. Частично или полностью незрячие пользователи не могут взаимодействовать с графической картой. К сожалению, это пока так. Поэтому в новой версии, вы сейчас видите на слайде предыдущую нашу версию, то есть когда клиент, пользователь нашего мобильного приложения открывал раздел на карте, раздел, в котором можно найти банкомат или терминал, или отделение ближайшее, по умолчанию открывалась карта. В новой версии для пользователей Voice Server, то есть для частично или полностью незрячих пользователей, мы по умолчанию открываем отсортированный по удаленности список терминалов, банкоматов или отделения. Таким образом, мы немного переосмыслили и сам клиентский опыт людей с инвалидностью по зрению. Второй урок. И он тоже очень важный. В нашем приложении есть клавиатура, которая позволяет до того, как вы совершаете перевод кому-нибудь, посчитать, сложить что-то. Например, вы сходили в ресторан, и вам по чеку удобнее считать не в уме или не переходить в другое приложение, а сделать это в нашем. Я помню тот момент, когда не только здесь, а еще в приложении, озвучивая различные элементы, старались за счет правильного, красивого русского языка объяснить, о чем же на самом деле этот элемент. И на самом деле несколько раз мы совершали ошибку, и я вам расскажу. На этой клавиатуре есть знак умножения, о котором все известно. И в предыдущей версии он озвучивался вот так. Математический знак умножения, кнопка. Нажмите, если вы хотите умножить текущее число на любое другое. Ну, вроде здорово, да, и все понятно, но чтобы вы понимали, когда частично или полностью незрячие пользователи изучают интерфейс, они вынужденно слушают каждый элемент. То есть мы видим картинку целиком, мы можем примерно понять, что мы хотим сделать, если метафоры хорошо подобраны, или даже если кнопки просто подписаны. А для человека с инвалидностью по зрению необходимо услышать каждый элемент на экране, потратить на это время, запомнить, где находится тот или иной элемент, который ему может понадобиться, и вернуться к нему и не потерять его. Поэтому в новой версии мы сделали все немного проще. Да, и непосредственно об этом нас спросили неоднократно и эксперты Всероссийского общества слепых, и частично ли полностью незрячие пользователи, которые также принимали участие в тестировании наших промежуточных версий. Может быть, об этом когда-нибудь напишут книгу, как пиши сокращай, например. Мы очень гордимся тем, что мы сделали и продолжаем делать. И нас очень сильно вдохновляет непосредственно реакция наших пользователей с инвалидностью по зрению, для которых мы в том числе работаем. Что важно, мы взаимодействовали с экспертами Всероссийского общества слепых и других нескольких организаций. И такая есть возможность у всех на самом деле. Это не какое-то исключение для Сбербанка. Больше скажу, что эксперты, например, Всероссийского общества слепых, они очень часто обращаются в компании, они предлагают свою помощь, они предлагают ее абсолютно безвозмездно, потому что они хотят, чтобы, например, Таллина компания адаптировала свои продукты для людей с инвалидностью по зрению, но очень редко им идут навстречу. На этом слайде вы можете видеть комментарии аккредитованного эксперта Всероссийского общества слепых Анатолия Попко, в котором он говорит о том, какую работу мы проделали. Он говорит о новой версии, которая сегодня уже доступна в App Store. На этом слайде вы можете видеть комментарии Светланы Боткиной, сотрудника организации при Всероссийском обществе слепых, которая помогает восстанавливаться спортсменам или людям, которые с детства на самом деле не имели никакой инвалидности по зрению и приобрели ее уже при жизни. Они занимаются очень большой работой, они, например, проводят различные семинары, они оплачивают проживание и переезд, или перелет людям из регионов и обучают их, как правильно работать с программами экранного доступа, какие есть приложения, которые помогают им в жизни. Светлана комментирует непосредственно наш процесс, когда мы взаимодействовали, в том числе, вместе с ней. Что важно, на данный момент ежемесячная аудитория частично или полностью незрячих пользователей, именно iPhone-версия нашего приложения, составляет порядка 10 тысяч. Это, к счастью, небольшие цифры, но мы знаем, что в России, по неофициальным данным, гораздо больше людей с инвалидностью, и мы будем продолжать работать, в том числе, для них. Что важно, сейчас над мобильными приложениями Сбербанка онлайн и на веб-версии работает уже более 30 команд, и мы понимаем, что скорость, с которой будут появляться новые функции в нашем мобильном приложении, она будет непрерывно расти, и ни одна, ни две команды не смогут все время следить за тем, как в целом обеспечивается доступность нашего мобильного приложения для людей с инвалидностью. Поэтому сейчас мы работаем над внутренними гайдлайнами для всех разработчиков, которым каждый разработчик в какой-то момент начнет очень даже формально следовать, то есть не следование этим гайдлайнам повлечет за собой то, что новая функция не сможет попасть в новую версию, например. Мы, разумеется, хотим поделиться своим опытом, своей экспертизой. Для этого коллеги из Особенного банка, проекта, о котором я сказал вначале, создали портал, посвященный адаптации не только цифровых, но и обычных продуктов для людей с инвалидностью по зрению. На этом портале собрано большое количество материалов полезных, и он абсолютно открыт для каждого. Когда мы закончим работать над гайдлайнами для разработчиков Сбербанка онлайн, мы обязательно эти гайдлайны опубликуем здесь, и каждый сможет их использовать. Таким образом мы надеемся, что мы сможем послужить и примером, и, скажем так, подтолкнуть нашу индустрию сделать чуть больше для людей с инвалидностью по зрению. В конце я бы хотел сказать, что за то время, пока я работал над проектом, он мне помог стать и самому чуть-чуть лучше. В свободное время я изучаю тактильно точный шильд Брайля. Я использую в своей работе программы экранного доступа, потому что мне это интересно. я не перестал общаться с частично или полностью незрячими людьми, потому что они обладают невероятной энергией, и они служат прекрасным мотиватором для всех. На этом экране слово «спасибо» напечатано тактильно точным шрифтом Брайля, и у меня все. Всем спасибо. Спасибо, Макс. Ребята, задавайте вопросы, а Максим выберет лучший вопрос и подарит человеку, задавшему его, футболку. Спасибо за рассказ. Очень интересно. У меня такой простой вопрос. Как в целом по индустрии вообще с аксессабилити у других банков? Все очень плохо. Все честно, очень плохо. Мы совместно с партнерами проводили исследования, юзабилити исследования конкретно, например, в финансовой сфере. И где-то только 10% финансовых приложений мобильных так или иначе, но доступны для людей с инвалидностью. Доходит до крайности, на самом деле, когда эксперты говорят о том, что они являются клиентами того или иного банка, но они элементарно не могут распоряжаться своими финансами. То есть вообще не могут. Они зарабатывают, они хорошо зарабатывают на самом деле. То есть есть люди с инвалидностью по зрению, которые имеют работу, которые зарабатывают очень хорошо, но они элементарно не могут воспользоваться своими финансами. И если мы выходим за рамки именно финансового сектора, то и здесь тоже дела обстоят не лучше. Очень многие игроки на самом деле абсолютно не уделяют внимания людям с инвалидностью. Хотя на самом деле по неофициальным данным в России проживают около 3,5 людей с инвалидностью по зрению. То есть это очень большая аудитория. И если различные компании уделяют хоть какое-то внимание этой аудитории, то это ведь тоже не будет плохо для них, для их бизнеса. Спасибо за выступление. Очень классно, что особенно крупные компании занимаются такими приложениями и делают их для людей с ограниченными возможностями. И вот вы сказали 3,5 миллиона в России людей с какими-то… по зрению, проблемами. А можете подсказать вот с начала запуска вашего приложения с этой функции сколько человек воспользовалось, какую-то аналитику вы проводили и какие вот самые такие сложные операции, то есть пользуются они переводами, не знаю, там оплата каких-то, ну ЖКХ, не знаю, еще чего-то, мобильного телефона. То есть есть у вас какая-то аналитика цифры по этим? Да, на самом деле первую промежуточную версию, в которой мы работали над такой базовой доступностью, она появилась в феврале, не так давно. Сегодня в App Store стала доступна новая версия, в которой мы, условно говоря, сделали доступным все операции, все экраны. И сейчас мы начинаем анализировать эти данные, которые мы собираем. Могу сказать, что, ну, как я уже сказал, у нас сейчас ежемесячная аудитория около 10 тысяч, она очень плавно растет, при этом мы никак не афишировали то, что мы делаем до этого. То есть органически сейчас аудитория растет. И еще вот почему у конкретно людей с инвалидностью, у них очень хорошо развиты комьюнити локальные. То есть у них есть свои каналы. У Всероссийского общества слепых есть две радиостанции, есть свои электронные газеты, есть свои форумы. И когда… То есть сарафанное радио среди людей с инвалидностью работает очень круто, и, в принципе, не нужно даже вкладываться в какие-то маркетинговые бюджеты. Когда данные появятся, а не появятся, мы обязательно их опубликуем на портале. Спасибо за доклад. Очень важная тема. Хорошо, что вы понимаете, делаете. У меня такой вопрос. Вот с точки зрения измерения, вы как-то измеряете, сколько у вас процентов функционала покрыто, есть ли какой-то план, там минимальный набор. То есть у вас есть какой-то ротмап, или вы делаете как-то иначе это? Да. Мы автоматизировали, скажем так, чекинг всех элементов в нашем мобильном приложении по коду, чтобы понимать, какой процент покрытия мы имеем. И, условно говоря, каждую неделю мы составляли чарт или таблицу этих элементов и следили за процентом покрытия. Сейчас у нас процент покрытия равен 99%. Что важно, процесс адаптации, он не идет в том плане, что экран за экраном. На самом деле, можно автоматизировать что-то и, например, озвучить все кнопки, которые представлены как картинки. Я уверен, таких очень много в мобильных приложениях у абсолютно всех компаний, которые за счет красивости интерфейса не имеют никаких подписей. Если метафора подобрана хорошо, то это работает, если нет, то не очень. И вот даже если просто обеспечить доступность таких элементов, стандартных типов элементов, как поле ввода, поле поиска, еще что-то, то покрытие в любом мобильном приложении будет на уровне 60%. Спасибо. У меня вопрос. Вы проводили, наверное, исследование, а есть какие-нибудь специализированные приложения для слепых? Например, навигаторы для слепых или специальные чаты, чтобы им было удобнее вводить текст? Нет, ничего специализированного нет. Очень много внимания адаптации в своих же сервисах уделяют компании Apple и Google. То есть, в принципе, например, навигатор от Google, он хорошо приспособлен для людей с инвалидностью по зрению, но если мы говорим о коммерческих каких-то приложениях, то нет таких, прямо, скажем так, явных примеров. Поэтому частично ли полностью незрячие пользователи, они все время находятся в поиске чего-то, что хотя бы хоть как-то работает и приспособлено для них. Спасибо большое за доклад. Действительно, соглашусь, что это очень важная тема. У меня такой вопрос по поводу внедрения, ну, например, если я захочу в своем приложении тоже адаптировать его для незрячих, мне интересует такой вопрос. Ну, для того, чтобы спроектировать подобный функционал, нужно, естественно, самому погрузиться, ну, то есть самому стать на время незрячим. И как проходит вот этот процесс погружения, то есть какое надо количество времени, чтобы понять вообще слепого человека, как происходит вот этот процесс и сколько времени он занимает, чтобы качественно подойти к этому процессу. Ну, чтобы упростить задачу, на самом деле, вы можете привлечь тех же экспертов Всероссийского общества слепых и других организаций, они абсолютно безвозмездно готовы их предоставить, то есть их можно подключить к бета-тестированию промежуточных версий. Это немного упрощает и время, и работу продуктовых менеджеров, project-менеджеров и разработчиков. Мне потребовалось где-то две недели, чтобы научиться более-менее ориентироваться как в самой операционной системе, так и в своем мобильном приложении. И здесь и дело привычки, то есть этому нужно обучаться, и плюс здесь необходимо обучаться жестам специальным. То есть, например, у компании Apple в голосовом ассистенте VoiceOver есть очень классные жесты, которые позволяют переключиться с самого первого элемента к самому последнему, автоматически прослушивать весь контент на странице, перемещаться между страницами и так далее. То есть это такие лайфхаки, которым, когда тоже обучаешься, процесс работы с мобильным приложением намного быстрее становится. Добрый день. Меня зовут Евгений. Спасибо большое за ваш доклад. Скажите, пожалуйста, оборудована ли у вас UX-лаборатория? Как вы оцениваете качество вашего интерфейса? И вообще, как вы получаете обратную связь? Расскажите, пожалуйста, если возможно, подробнее. Мы привлекаем компании, которые нам помогают в юзабилити-тестировании. Их несколько. Мы еженедельно проводим сессии юзабилити, на которые приглашаются респонденты. Выборка всегда разная в зависимости от того, какие функции или продукты мы хотим протестировать. Такая лаборатория, она есть непосредственно у нас в офисе. То есть, да, мы проводим юзабилити-тестирование. Мы стараемся делать очень часто. Здравствуйте. Здесь. Вы сказали, что вы проводили в момент разработки вы проводили дизайн-спринты 10 недель. А как у вас осуществляется сбор обратной связи от пользователей, у которых уже остановлено приложение? Как вы с ними общаетесь? И как вы помогаете им делать то, что они хотят? Речь про частично или полностью незрячие, или в целом? Полностью, но особенно про частично и полностью незрячих людей. Да. Но мы договорились с экспертами организации работать, не знаю, о том, что консолидировано в принципе все будут мне отправлять какое-то время фидбэк. то есть я продолжаю получать, независимо от того, что я уже в принципе закончил работать над этим проектом, я продолжаю получать письма с обратной связью. И еще мы договорились, что, и это, кстати, очень круто работает, мы договорились, что, используя свои каналы, лидеры среди людей с инвалидностью, они будут распространять информацию с просьбой делиться своим мнением в тех же маркетах. И мы попросили их, чтобы они, например, в начале каждого своего отзыва оставляли какой-то для нас стэк, например, voice server. Таким образом, используя различные системы мониторинга отзывов, мы автоматизируем процесс работы с обратной связью. И за счет того, что люди с инвалидностью, они в целом более лояльны, вот такой процесс организовать намного проще, чем с обычными пользователями. А внутри самого приложения есть какая-то поддержка пользователей? На данный момент нет. Планируется? Я думаю, да. Спасибо. 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 .